Новинка на репетиции парада в честь Дня Победы. Впервые на тренировке на подмосковном полигоне Алабина приняли участие отечественные кабриолеты «Аурус». Пока всех секретов не раскрывают, автомобили под специальным камуфляжем отрабатывали взаимодействие с пешими расчетами, механизированной колонной и авиацией. Самая зрелищная часть воздушного парада – так называемое «тактическое крыло». Десять истребителей, которые вылетают из Липецкой области. Репортаж Эдальмира Бирюковой. Борт, который открывает воздушную часть парада Победы и первым летит в составе Липецкого тактического крыла – это Су-34. Легендарный утенок, настоящая гроза неба и самый эффективный в мире бомбардировщик. Эти машины не раз принимали участие в боевых операциях. А это Су-35. Не менее грозная машина, многофункциональный истребитель поколения 4++. Доведена электроника до совершенства, то есть уже более современная. Больше машина помогает летчику, чем летчик уже машине. Тренировка началась ровно в 9 утра. Все 10 самолетов выстраиваются на взлетной полосе. Традиционно для парада Победы отобрана самая лучшая авиатехника. Четыре многофункциональных бомбардировщика Су-34, четыре истребителя Су-30 и пара сверхманевренных Су-35. Это состав знаменитого Липецкого тактического крыла. Репетицию парада в честь 9 мая на земле в подмосковном Алабине открывают два кабриолета «Аурус Сенат». Самая ожидаемая новинка. Машины впервые в парадном строю и придут на смену уже привычным автомобилям ЗИЛ. «Аурус Сенат» — это 598 лошадиных сил под капотом машины представительского класса. Часть кузова скрыта под камуфляжем. В полной красе автомобиль покажут зрителям лишь 9 мая. В пешей колонии с 35 парадных расчетов офицеры и солдаты воинских частей. Юноши и девушки из военных вузов страны. Олег и Алексей — курсанты Рязанского воздушно-десантного училища. Для них вместе идти в парадном строю особенно важно, ведь вместе когда-то служили и их деды. «Я люблю рассматривать старые фотографии, на которых отец запечатлен в военной форме, дедушка. И на одной из фотографий я увидел дедушку Олега и заинтересовался, что это за человек. Вот так я и узнал, что учусь вместе с внуком командующего воздушно-десантными войсками». «Не так представлял себе парад, когда смотрел его еще только по телевизору, не стоя в строю. Это очень трудно, но это стоит того. Это гордость идти на параде. Тем более в рядах воздушно-десантных войск». В составе механизированной колонны 156 единиц техники во главе с танком Т-34. Половина колонны — это современные образцы, но есть и так называемые перспективные, новейшие разработки военных, которые в ближайшее время только поступят на вооружение армии России. Один из таких — вездеход Чеборс. При таком грозном виде его главное оружие — маневренность. И вот небо в Алабине расчертил парадный строй авиации ВКС. Зрители парада в честь 9 мая увидят липецких летчиков сразу после прохода механизированной колонны. Крыло к крылу. Расстояние между боевыми машинами всего 5 метров. «Есть определенные точки, на которые я смотрю и стараюсь их удерживать. Вот и все». «То есть вы, получается, в Алабине не моргая смотрите?» «Моргнуть можно, но быстро». Всего запланировано 14 совместных тренировок парадных расчетов. Все они проходят в Алабине, как на макете главной площади страны. И только генеральная репетиция состоится на Красной площади. Дальмира Бирюкова, Антон Ефремов, Христина Иванова и Артем Тихонов. Первый канал.